Кирилл Клеванский. «Сердце дракона». Книга третья. Глава 185. Путь в столицу был гладким и спокойным, если, конечно, не принимать во внимание то, что на их небольшой отряд четыре раза нападали разбойники, бывшие военные, лишившиеся жалования или дезертировавшие с поля боя. Учитывая, что уже лет десять никто, кроме лунной армии, не сражался, то, вероятнее всего, их просто сократили. Помимо этого, пришлось спасать коня из лап зверя-короля второй, а может даже третьей стадии. Для этого пришлось применить всю смекалку и расстаться с большим количеством мяса в повозке. На этом их приключения не закончились, и вскоре Сера попала в лапы работорговцев. Как ведьма умудрилась угодить в ловушку простых практикующих и надышаться парами ядовитого цветка, блокирующего ток энергии в теле, так и осталось загадкой. Но в итоге Серу удалось вернуть обратно, а Неро, разойдясь, сократил популяцию работорговцев в королевстве на целый картель. Благо, что в их логове нашелся небольшой сундучок с золотом, так что вылазка оказалась не такой уж благотворительной. Еще им пришлось спасти деревню от налетчиков, а после вместе с селянами воздвигнуть плотину, чтобы перенаправить поток, вышедший из берегов реки. Говорят, что в горном озере, откуда река и брала свое начало, поселился подводный змей, и когда он просыпался, то поднимал огромные волны. В общем, первые четыре дня пути прошли весьма спокойно по меркам бывших офицеров лунной армии. Оставшиеся две с половиной недели пути были чуть более муторными, но в основном вполне комфортными. Разве что, подъехав к воротам столицы, пришлось долгое время объяснять стражам, почему из повозки торчат наконечники стрел, одно колесо сделано из костей животного, а вместо коня у них запряжена огромная ящерица. Коня все же съели. Не монстры, сами путники. Мясо у них за ночь таинственным образом исчезло. В итоге только медальон генералитета, чудом не потерянный Ралпи, взымел хоть какое-то воздействие. Увидев символ журавля на фоне щита, стражи тут же вытянулись по струнке и пропустили повозку даже беспошлины за въезд. Столица выглядела почти так же, как ее запомнил Хаджар. В те далекие, кажущиеся другой жизнью времена, он часто сидел на балконе высокой башни и смотрел на город, раскинувшийся у подножия дворца. На красные крыши центрального округа, где среди простых домов из серого кирпича благоухали сады и пруды и стояли дворцы самых богатых дворян. Дальше, за первым кольцом крепостной стены, находился самый крупный из округов – торгово-деловой. Желтые крыши, огромное количество лавок, магазинчиков, рынков, ярмарок, уличных представлений, богатых и не очень таверн и ресторанов. Конечно, лучшие из заведений, такие как павильон шести цветов, лучший ресторан в городе или аукционный дом, находились в центральном округе. Но и деловой мог похвастаться чем-то неплохим, даже по меркам дворян. Иначе бы их напыщенные детки не бегали постоянно в район желтых крыш. Зачастую они там развлекались, пользуясь своей неприкосновенностью для местных стражей. Так было при Хавере, так осталось и при Примусе. И если даже Хавер при всей своей полноте власти не мог совладать со всеми дворянами, то чего уж говорить о нынешнем короле. Вернее, простой кукле, которая танцевала под имперскую дудку. А пела эта дудка в основном для чиновников и дворян. Дальше, за вторым кольцом, среди засилья зеленых крыш, находился бедняцкий или внешний округ. Здесь всегда было грязно, душно и многолюдно. Уличные торговцы кричали что-то наперебой, грязные вывески заведений скрипели на ветру, а улицы давно уже никто не мастил. Брусчатку сложно было разглядеть под слоем пыли, грязи и помоев. Их вываливали прямо на тротуар. По идее, отходы должны были сливать в стоки, служившие здесь вместо поребрика. Но они забились еще при правлении отца Хаджара. «Я же говорил, что нужно было въехать через центральные ворота», — скрипел зубами Неро. «Сразу бы в торговом округе оказались». Небрезгливый по своей натуре бывший командир медвежьего отряда прижимал к носу ладонь серы. Выглядело это так, будто он не мог оторвать своих губ от бархатной кожи. На деле же он просто дышал ее духами. Ну, или чем там серо обтиралось по утрам. «У центральных ворот очередь на несколько дней», — тут же возразил Ралпи. «Мы бы могли опоздать на торжество». «Ах, ну да! Они же не просто так приезжали в столицу, а на торжество. А именно, бал Маскарад в честь дня рождения принцессы. Ей исполнялось уже двадцать лет, и она была самой старой незамужней принцессой на все ближайшие королевства. По этому случаю город украшали и всячески прибирали. Вон, даже в бедняцких кварталах воняло чуть меньше, чем обычно. «Показал бы свой медальон, и нас бы пропустили», — сопела Сера, державшая рядом с носом шелковый платок. «Это злоупотребление служебным положением». Ралпи, несмотря на то, что умел весьма сносно фехтовать, оставался наивным и немного романтичным юношей. Наверное, именно поэтому его и отправили в роли посыльного к безумному генералу. Штаб надеялся, что Хаджар, сохранив свое недружелюбное отношение к военным чиновникам, банально прибьет парнишку. «Это тебе не помешало полчаса назад ткнуть медальоном в лицо стражнику», — продолжал ворчать Неро. Вокруг них сновали люди, чьи одежды выглядели намного лучше тех, коими щеголял Хаджар. Но бывшему генералу было на это плевать. Собственно, он единственный, кто не зажимал ничем нос и ехал вполне спокойно. Насколько вообще можно было спокойно ехать на козлах, почти разваливающейся повозке. Порой Хаджар, засунув руку в сотню раз штопанный карман, доставал оттуда серебряную монетку и кидал особо чумазым и грязным детям. Блеск серебра для местных был все равно, что свет луны для путника. Далекий, мистический, почти мифичный. Три серебряных монеты в год — вот средний годовой заработок для бедняков, местных крестьян и уличных торговцев. Именно поэтому, подъехав к воротам, ведущим в торговый округ, отряд слегка опешил, услышав от стражей «Две серебряных за въезд!». Сказать, что Хаджар был шокирован, не сказать ничего. Южный ветер в свое время рассказывал ему, что такую сумму брали за въезд в центральный округ, но никак не торговый. Впрочем, для Неру и Ралпи, бывавших в столице сравнительно недавно, это не стало таким уж шоком. Разве что Неру немного поворчал, что пять лет назад брали серебряную и четвертак медными. Отдав деньги стражникам в броне цвета тусклого изумруда, отряд въехал в торговый округ. И на мгновение Хаджару показалось, что они попали в другой город. Широкие чистые улицы, на которых могло разъехаться до четырех повозок или карет. Ухоженные дома стояли ровными рядами, и люди, шедшие по улице, были чистыми, в дорогих одеждах и с беспечными лицами. Будто бы их совсем не волновал день завтрашний, и они были вполне уверены в благополучном будущем. Да даже те же самые вывески, качавшиеся на ветру, не издавали ни единого скрипа или писка. Более того, некоторые заведения, пользуясь приятной весенней погодой, выставляли деревянные столики на улицу. Их клиенты занимали в первую очередь. Пили вино, или что покрепче, и вкушали яства, которые порой солдат счел бы божественными. Не только у Хаджара при виде запеченной утки начал петь песни «Кит внутри живота». «Я знаю хорошую местную таверну», — внезапно произнес Неро. «Мы там останавливались с отцом». Взяв в руки поводья, Неро направил повозку в сторону соседней улицы. «Кит внутри живота»